АПЛОДИСМЕНТЫ Двое мужчин установили на банкомат, стоящий в холле торгового центра, мошенническое оборудование, скиммер, и были задержаны с поличным. В машине одного из арестованных полицейские обнаружили 9 поддельных банковских карт. Как такое возможно? Среди бела дня в самом центре Москвы мошенники, никого и ничего не стесняясь, воруют наши сбережения. Как получилось, что банковская карта, удобная и безопасная, стала рискованным способом хранения денег? Кто ворует наши деньги? Как мошенники вскрывают карты? Есть ли шанс вернуть украденные? 5 самых распространенных способов карточных мошенничеств в специальном журналистском расследовании. Прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Москва. Отделение Сбербанка. Наш корреспондент оформляет обычную пластиковую карту. Удобное современное платежное средство. Здравствуйте. Я бы хотел оформить карту «Моментум» и положить на нее 1000 рублей. Эта карточка станет главным объектом расследования. Наша задача – снять с нее деньги. Но не как обычно, опустив ее в банкомат и набрав пин-код, а так, как это делают кардеры или карточные мошенники. Скопировать зашифрованные внутри карты данные и обналичить 1000 рублей, что лежит на счете, не используя карточку. То есть, по сути, мы собираемся ограбить самих себя. Итак, нам нужно каким-то образом считать информацию с карты. Один из способов – использовать скиммер. Накладку на банкомат, как мошенники из торгового центра. Но где его взять? Со скрытой камеры мы отправились на один из рынков Москвы. Говорят, здесь можно купить что угодно. Мне нужны запчасти для скиммера. Вы мне подскажете, где тут их поискать? Для чего? Скиммер. Часто. Пластиковая карта с четвертой. Однажды я сам. Несколько попыток – и везде неудача. Но на одной из последних точек продавец посоветовал нам поискать скиммер в интернете. Интернет оказался наводнен предложениями о продаже скиммингового оборудования. Цены самые разные – от 1000 до 10 тысяч долларов. Такая высокая цена за риск. Производство, продажа и покупка скиммеров – 138-я уголовная статья. И до 4-х лет лишения свободы. А вообще устройство скиммера крайне просто. Чтобы понять его, для начала разберемся, что такое банковская карта. По сути, это кусок пластика. На лицевой стороне напечатаны имя владельца, номер карты, срок действия. Здесь все просто и понятно. На обороте – код проверки подлинности карты для покупок в интернете. Место для подписи и магнитная полоса. Это полный аналог обычной магнитной пленки, которую мы с вами слушали, потом даже смотрели на видеокассетах. То есть здесь записывается обычная информация только в цифровом виде, но обычная информация звукового диапазона. На магнитной полосе записана вся информация, необходимая для проведения операции. Ее легко считать с помощью специального устройства. Оно похоже на головку того же бобинного магнитофона. Считыватель находится внутри банкоматов и платежных терминалов магазинов. По сути, скиммер – это и есть считыватель. Только нелегальный. Плюс карта памяти для украденных данных и небольшая батарейка. Все это облачено в пластиковую оболочку, которую не отличить от родных деталей банкомата. Но мало получить информацию с карты. Без пин-кода она не стоит ничего. Чтобы завладеть секретным паролем, применяют два варианта устройств. Первый – вот такая панель, в которую вмонтирована видеокамера. Она в режиме реального времени записывает пин-коды. Это глазок веб-камеры. Это элементы питания от обычных батареек. Это элементы, которые обеспечивают, собственно, запись и передачу видеоизображения с использованием сотовой связи. Второй вариант – накладная клавиатура, записывающая последовательность нажатия клавиш. Чтобы установить оборудование, мошенникам нужно не более нескольких секунд. Вот так выглядит банкомат без скиммера, а вот так с ним. Придираться, не будучи специалистом, не к чему. Человек спокойно вставляет карту в отверстие карта приемника, и данные в ту же минуту оказываются в руках мошенников. Смотрите далее. Как мошенникам удалось ограбить коллектив огромного завода? Зачем карте чип? А также чем закончилась наша попытка купить скиммер в интернете? 2012 год. Город Электросталь. Рабочего завода «Элемаш» Михаила Шепелева разбудил не будильник, а СМС. Телефон сообщил мужчине, что с его карты только что была снята сумма в размере 20 тысяч рублей. Успокоился я только тогда, когда пришел в отделение Сбербанка, где увидел много таких же пострадавших людей. Около 200 человек пришли жаловаться в отделении банка, расположенной прямо на территории предприятия «Элемаш». Здесь же в местном банкомате большинство пострадавших обычно снимали деньги. Банк и правоохранительные органы предположили, что мошенники воспользовались тем, что основная масса рабочих снимает деньги в одном банкомате в день зарплаты. Воры подгадали этот день и на несколько часов оборудовали этот банкомат скидлером. Не снимайте деньги вместе со всеми в день зарплаты. Очередь в банкомат – приманка для мошенника. Всегда проверяйте банкомат на наличие посторонних предметов. Вводя пин-код, прикрывайте клавиатуру рукой. Соблюдая простые правила, вы можете безопасно пользоваться всеми преимуществами вашей пластиковой карточки. Я периодически хожу по улицам и вижу, с какой, можно сказать, безалаберностью люди пользуются банкоматами. Потому что банкомат стоит на вокзальной площади, трех вокзалов, банкомат грязный, без долготипа банка. К нему каждые три минуты подходит человек, снимает деньги. Вот эти банкоматы, с вероятностью на 80% на них стоит скиммер. Ежедневно сотрудники банков и полиция снимают с банкоматов десятки различных скиммеров. Но это капля в море, когда на территории страны орудует международная преступная группа, поставившая производство скиммеров на поток. Изделия из полимерного материала серебристого света выполнены визуально, похоже, на накладки картоприемников банкоматов. Это видео «Гордость МВД». Задержание и обыск на даче, где базировалась международная группа кардеров. Здесь, в поселке недалеко от Москвы, они изготавливали скиммеры, а затем устанавливали и продавали их по всей России. Во время обыска у них были обнаружены, помимо всех деталей, которые они использовали для производства оборудования, и энкодера, который позволяет наносить реквизиты на пластик. Помимо этого, было обнаружено еще 2500 пластиковых карт с уже нанесенными на них реквизитами и пин-кодами. А мы продолжаем наше расследование. После задержания мошенников купить скиммер в России стало непростым делом. Несколько десятков наших писем остались без ответа. И вот, наконец, удача. Торговец с незаконным оборудованием под сетевым именем Plastic VIP из Белоруссии предложил нам нужный товар. 46 тысяч рублей за полный мошеннический комплект, который поможет нам легко скопировать любую банковскую карту. Интересно, что первые карточные воры появились практически сразу после появления первой кредитки. 1949 год. США. Глава крупнейшего американского банка Франк Макнамара ужинает с друзьями в одном из дорогих нью-йоркских ресторанов. По окончанию ужина Франк понимает, что забыл кошелек дома. Банкиру приходится срочно звонить жене и просить привезти наличные. Ему было настолько неудобно себя чувствовать и перед друзьями, и перед своей супругой, что буквально через несколько недель родилась идея создания банковской карты. Банковская карта была создана, она была такого типа небольшого кусочка картона. Идея оказалась гениальной. Больше не нужно декларировать наличные на таможне, носить с собой крупные суммы денег или опасаться быть ограбленным вором-карманником или домушником. Кусочек пластика дал свободу передвижения и кредит в тот момент, когда это необходимо. Все это тут же пришлось по вкусу многим, в том числе и мошенникам, которые вскоре научились легко и непринужденно получать данные с чужих банковских карт. Сначала это были просто банальные кражи карточек, затем полное внешнее копирование кредитки. С возникновением магнитной полосы задача усложнилась, но вскоре был придуман скидер. Но вот что странно, магнитные полосы на картах появились еще в конце 60-х. Почему технология, которую карточные воры уже давно научились взламывать, до сих пор не заменена на другую, более совершенную? Оказывается, ноу-хау уже есть. Это карты с чипами. По сути, чип – это микропроцессор с памятью. Такой же носитель информации, как магнитная полоса, но гораздо более безопасный. Пока в мире известны лишь единичные случаи взломов чипов. И к тому же технология взлома очень дорогая. И здесь важно именно не то, способен, можно ли считать чиповую карточку или нельзя. Если задается вопрос ребром, то ответ однозначно можно. Важно понимать, сколько это стоит. Потому что в случае, если приз мошенничка составит, например, 10 или 15 тысяч рублей, дело бессмысленное и совершенно непродуктивное, и экономически неэффективное. Однако пока далеко не везде есть терминалы для оплаты с помощью чиповых карт. Поэтому информации дублируются на чип и на ленту. Так будет до тех пор, пока новые технологии не охватят весь мир. Тогда в чем же сегодня заключается преимущество чиповых карт? Мошенники могут прокатать такую карту по магнитной ленте и украсть деньги. Но и это учтено. Европейские государства договорились о перенесении ответственности. Если торговая точка, в которой пользователь планирует расплачиваться пластиковой карточкой, не обеспечивает прием чиповых карт, обеспечивает только прием карт с магнитной полосой, в этом случае банк, который обслуживает эту торговую точку, несет все риски, связанные с мошенничеством. То есть, если банк не обеспечил прием карты по более защищенной чиповой технологии, то сам будет возвращать деньги клиенту в случае мошенничества. При возможности обменяйте свою карту с магнитной полосой на чиповую. В случае мошенничества банк с большей вероятностью вернет вам деньги. Июнь 2011 года. Санкт-Петербург. Молодой человек по имени Вилен празднует 25-летие. В честь юбиляра полят пушки, зажигает верка сердючка, а столы ломятся от явств. Денег у Вилена очень много. Только за последние полгода его банда официантов-кардеров похитила с карточек обычных россиян 7 миллионов рублей. Вилен закупает посттерминалы. Специальные устройства для приема карточек в магазинах и ресторанах за границей. В России перепрограммируют их так, что они начинают работать как скиммеры. А его подельники устраиваются на работу в бары, рестораны и заправки Питера, чтобы подменить работающий там терминал на перепрограммированный. Однако любовь к роскоши и неосторожность быстро привлекли внимание полиции. Через пару месяцев после шикарного дня рождения Вилен лежал в наручниках на полу своей квартиры. Что, Вилен, как ты проживаешь? Вообще ничего не понял. Отдел Катя посетил. Ресторанный кардинг Ресторанный кардинг – еще один способ получить данные с карты. Клиент обедает в ресторане или кафе и решает оплатить счет картой. Официант уносит ее к платежному терминалу, а дальше как повезет. Если он честный человек, то проведет оплату и вернет вам карту. Если нет, то по пути скопирует данные и продаст их мошенникам. В продолжение нашего расследования мы решили провести эксперимент и проверить, насколько сложно потенциальному мошеннику устроиться на работу официантам и подменить платежный терминал. Наш корреспондент ничего не знает ни о ресторанном бизнесе, ни о работе кассира. Мы готовим ему поддельное резюме, пишем фальшивые рекомендации и надеваем скрытую камеру. Первое собеседование. Хозяйка небольшого, но очень популярного ресторанчика в центре Москвы очарована потенциальным сотрудником. Что ж, мы сегодня оформим все документы и завтрашнего дня вы сможете приступать к работе. Прекрасно. Замечательно. Тогда до встречи. В первое трудовое утро хозяйки ресторана нет на месте. Посетителей мало. У нашего корреспондента есть время освоить платежный терминал и заодно заменить его на перепрограммированный. На вид такой же, но работающий за двоих. Терминал «Мошенник» одновременно проводит платеж и незаконно копирует данные карты. Наша подмена на самом деле обычный терминал. Но будь у нас мошеннический прибор, считай, дело сделано. Можно увольняться. Подмену обнаружат еще не скоро, а данные о прокатанных картах оно в течение нескольких дней может передавать мошенникам, которые просто будут поблизости. Расплачиваясь картой в ресторане, попросите официанта принести терминал к вам. Все операции по карте должны проводиться в вашем присутствии. Смотрите далее. Что оказалось в посылке из Белоруссии? Что такое кодекс картера? И чем опасен интернет для владельцев пластиковых карт? А наше расследование внезапно зашло в тупик. Прошло 4 дня с тех пор, как мы заплатили за скиммер. И уже начали сомневаться, что посылка найдет адресата. Похоже, нас просто кинули на 46 тысяч. Но курьер на пороге офиса развеял сомнения. Вскрывать посылку мы будем с сотрудником полиции. Итак, вот посылочки, которые мы заказывали, пришли из Белоруссии. Нам бы хотелось, чтобы вы все-таки вы их вскрыли. Итак, вот она, посылка. Не одна, а целых две. Вскрытие решаем провести у нас в офисе. Так, вот это у вас скиммер. Это пин-кодер. И накладка на кавиатуру. Ну, то есть это полный комплекс, с помощью которого мы можем уже начать воровать деньги. Да, именно так. Все оборудование после окончания расследования мы передадим полиции. А пока нам нужно понять, где и как его установить. С этим проблема. Многие современные банкоматы оснащены антискимминговым оборудованием. Это специальная накладка на картоприемник. Она физически мешает прикрепить скиммер на банкомат. Но мошенники нашли выход. Они изготавливают скиммеры в форме антискимминговой накладки и крепят поверх нее. Вторая проблема более серьезная. Это антискимминговый модуль. В районе картоприема изнутри находится специальное устройство, создающее защитное магнитное поле, которое при установке дополнительных любых накладок фиксирует это движение и отключает банкомат. Наверняка есть и другие нюансы. Поэтому перед тем, как совершить дерзкую вылазку и попробовать поставить скиммер на один из банкоматов столицы, мы отправляемся за информацией на закрытый форум кардеров. Регистрация платная. 30 долларов. Это оказался не просто форум, а целое кардерское государство со своей властью, правами, обязанностями и даже языком. Картон. Кредитная карта. Вбивальщик картона. Человек, который занимается оформлением покупок, поворованным кредитком в интернет-магазинах. Селлер. Продавец краденных данных. Фрод. Незаконная операция. Трек или дамп. Данные магнитной полосы. А вот это чрезвычайно любопытный раздел. Кодекс кардера. Все об установке скиммера, шифровке данных на компьютере и общении с полицейскими, если ты все-таки попался. Выучить наизусть. Если попал и не уверен, что делать, молчи. Независимо от того, что говорит бесплатный адвокат. Будут пугать сроком и суровой статьей. Говори, что ни в чем не виноват. Иди в отказ. Ничего не пиши. Не бери в руки ручку. Вообще не трожь ее. Хоть раз дотронешься, значит ты сдался. Это, собственно говоря, небольшая политика безопасности. И действительно, если хакер выполняет все эти пункты, то вероятность того, что он будет пойман, сильно уменьшается. Хотя не всегда равна нулю. Всегда можно найти человека. Этому молодому человеку всего 25 лет. А он уже успел попасть в федеральный розыск за мошенничество с недвижимостью, а теперь и за карточные фокусы. Вот это не мое. Это не мое. Как реально? Я говорю. А кто, кроме вас, еще проживает здесь? Я не знаю, это честно. Этот молодой человек и его старший брат писали и распространяли в сети особые компьютерные вирусы. И размещали их на популярных сайтах новостей. Злоуможленники действовали следующим образом. Они получали удаленный доступ к сайту, взламывали его, размещали это вредоносное программное обеспечение. И когда человек заходил в сеть интернет и заходил на этот уже взломанный сайт, то это вредоносное программное обеспечение скачивалось непосредственно на его компьютер. То есть вне зависимости от того, какие действия совершал человек. Он даже об этом не подозревал. А дальше все шло по одному сценарию. Если человек пользовался услугами интернет-банков, то вирус активизировался и записывал всю конфиденциальную информацию о счетах и картах и автоматически отсылал ее братьям. Братья же, не теряя времени, быстро переводили деньги на счета подставных лиц и обналичивали. За полгода мошенники заработали около 60 миллионов рублей. Схема, по которой работали братья, называется фишинг. 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 От английского слова рыбалка. Мошенники выступают в роли рыбаков, которые ловят в море интернете рыбку данные кредиток. Наживка может быть самой разнообразной. Компьютерные черви, как это делали братья-мошенники, фальшивые сайты магазинов и банков. Олеся Ермакова. Заядлая путешественница. Билеты всегда покупала в интернете. Платила картой. До тех пор, пока очередная покупка не закончилась для нее потерей 33 тысяч рублей. Я посетила сайт yahoo.com. Как и полагается, ввела все данные своей карты, CVV-код, личные данные, паспортные данные и осуществила покупку нужного билета. А на завтра Олеся пришла смс. По снятии 33 тысяч рублей за покупки в интернет-магазинах, которые девушка не совершала. Моя реакция, это волна возмущений, я звоню в банк. На что мне говорят, что на самом деле эти деньги были сняты еще ночью. То есть, видимо, вот в тот как раз момент, когда я осуществляла покупки своих нужных мне авиабилетов. Олеся, скорее всего, зашла на зеркало. Двойник официального сайта по продаже авиабилетов, созданный мошенниками для воровства данных. Отличить такой сайт от настоящего очень сложно, но можно. Обращайте внимание на адрес сайта. Он может отличаться от оригинала на одну-две буквы. Страница, где вводятся данные для оплаты покупки, должна иметь безопасное соединение и начинаться с букв HTTPS. Если с HTTP, это, скорее всего, страница мошенников. Не заходите на сайты банков и магазинов, кликая по ссылкам в почтовых сообщениях и рекламным баннерам. Адрес безопаснее набирать вручную. Регулярно обновляйте антивирусные программы на своем компьютере и телефоне. Это правило личной безопасности. Банки, в свою очередь, также делают все, чтобы предотвратить преступления. В этом подразделении Альфа-банка работают специалисты, которые 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, анализируют транзакции, происходящие по 15 миллионам карточек. Существует набор нескольких десятков правил рисковых, на основе которых происходит именно мониторинг операции. В случае выявления, если операция системой выявляется как рисковая, потенциальная, она тут же выводится на экраны мониторов, причем с соответствующим весом, в зависимости от степени риска. Наиболее рисковые операции подсвечиваются красным цветом, и по ним сотрудники подразделения мониторинга отрабатывают очень оперативно. Алло, Александр Владимирович, здравствуйте, Альфа-банк, управление мониторинга. Мы бы хотели уточнить, сейчас вы снимаете денежные средства в Казахстане, все в порядке? Хорошо, спасибо вам за уточнение, тогда всего доброго, до свидания. Итак, день Ча. Сегодня кульминация нашего расследования. Мы собираемся осуществить дерзкую вылазку. Поставить скимминговое оборудование на банкомат прямо возле отделения банка. Место проходное, идеальное с точки зрения картера. Мы отправились на вылазку вместе с сотрудником полиции и заранее согласовали нашу акцию с руководством банка. Но служба безопасности непосредственно этого отделения не в курсе. Наша акция станет проверкой бдительности и профессионализма. Задача нашего корреспондента незаметно установить оборудование и прокатать вот эту карту, что мы открыли в самом начале нашего расследования, а затем снять скиммер и быстро исчезнуть. Что-то пошло не так. Наш корреспондент замешкался. А вот к нему уже спешатся трудники службы безопасности. Стоять! Итак, служба безопасности сработала на пять с плюсом. Нарушитель задержан. Однако некоторые мошенники работают так, что поймать их чрезвычайно сложно. Более того, вся картина пропажи денег выглядит так, будто человек сам добровольно отдал их ворам. Социальная инженерия Андрей Налич, архитектор, скульптор. По совместительству отец популярного певца Петра Налича. Однажды утром пришло сообщение на телефон о том, что мои карточки заблокированы. И телефон, по которому должен обратиться. Я тут же, как добропорядочный идиот, я позвонил по этому телефону. И очень обаятельный молодой человек, с замечательным голосом, начал мне объяснять, что да, это мы рассылаем так. У вас не виза, да? Мастер или что там? Это не важно. У нас общая рассылка такая. Умный бы человек, наверное, уже бы напряг. Но в тот момент Налич испугался. И, недолго думая, поспешил к ближайшему банкомату, как посоветовал молодой человек. Вставил карточку, ввел пин-код и набрал несколько цифровых комбинаций под диктовку голоса в трубке. А когда извлек кредитку, на ее счету недоставало 42 тысяч рублей. Мне потом сын говорит, что ж ты мне не сказал, там, ты не счел нужным с тобой советоваться по этому поводу. Что ж ты не видишь, по телевизору все время показывают обманутых, таких-сяких. Ну на себя же не примиряешь. Андрей Налич попался на удочку социальных инженеров. Это особый сорт мошенников, которые используют психологические приемы и выманивают данные карты с помощью общения. Этот метод зародился в Америке в 70-х годах прошлого века. Его основатель – всемирно известный хакер Кевин Митник. Отсидел около пяти лет в американской тюрьме за различные мошенничества, в том числе и банковские. Сегодня он солидный бизнесмен, руководитель компаний по информационной безопасности и автор книги «Искусство обмана», переведенной на 10 языков. Социальная инженерия – это способ манипуляции человеком для осуществления той или иной операции. Это настоящее искусство, и тут никто не застрахован. Например, в 2009-м Google стал жертвой социальных инженеров. Некие подданные Китая хотели пробраться в инфраструктуру Google с целью похищения информации. Им удалось найти работника компании с этой устаревшей системой Windows, где была уязвимая точка, и отослать ему электронное сообщение со ссылкой, содержащим в себе некий механизм по проникновению и подчинению его компьютера. То есть эти китайцы, пользуясь методами социальной инженерии, смогли убедить работника Google для того, чтобы кликнуть на эту ссылку. Испугать, затем расположить к себе и предложить быстрое решение проблемы. А между делом узнать все, что нужно, чтобы украсть деньги. Это стандартная схема, по которой действуют социальные инженеры. Но это только с виду так просто. Для каждой жертвы у мошенников свой ключик, особый подход. Кевин считает, что с помощью социальной инженерии можно обмануть кого угодно и похитить любые данные. Люди – самое слабое звено в любой даже суперзащищенной системе. Люди, несомненно, несколько лет назад, когда я этим занимался, это было довольно легко манипулировать людьми. Так же и сейчас заставлять их открывать те или иные сайты, заставлять их думать, что они общаются с банками, а на самом деле они общаются с мошенниками. Это и есть социальная инженерия. Вы можете потратить десятки тысяч, сотни и миллионы долларов на современные технологии, но если мошенник сможет позвонить одному работнику и сманипулировать им для получения той или иной информации, то это будут зря потраченные деньги. Сегодня методы социальных инженеров такие же, как и во времена Митника. В продолжении нашего расследования проведем эксперимент. Отправим СМС вот с таким текстом 20 незнакомым людям. Сообщение от Центробанк России. Ваша карта заблокирована. Для разблокировки перезвоните по телефону. Центробанк звучит серьезно. Многие думают, что это главный банк страны, и именно туда поступает вся информация о картах и счетах граждан. Посмотрим, сколько людей нам перезвонит. Итак, несколько минут наш телефон молчит. И, наконец, поступает первый звонок. Центробанк России. Меня зовут Наталья. Чем могу вам помочь? Наталья, добрый день. Добрый день. Знаете, мне сейчас пришла смс-ка о том, что моя карта заблокирована. Что, собственно говоря, происходит, чем это может быть связано. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Иванова Анастасия Викторовна. Прекрасно. Анастасия Викторовна, вы знаете, дело в том, что сейчас произошел только что, буквально 20 минут назад, случай массовой компрометации карт мы зарегистрировали. И в связи с этим мы заблокировали карты порядка тысячи клиентов различных банков. Да. Вот. И для того, чтобы сейчас вашу карту перевыпустить и разблокировать, мне нужны некоторые ваши данные. Какие? Мне нужен, во-первых, номер вашей карты. Так, номер карты 4-8. Итак, после такого разговора 80% информации у мошенника уже в кармане. Осталось узнать CV2-код на обороте карты, и можно смело отправляться в интернет-магазин и покупать что душе угодно. Но мы идем дальше. Так, и мне нужен ваш пин-код. Вы знаете, я его не помню. Ну, надо вспомнить, иначе я не смогу перевыпустить вашу карту. Я могу вам перезвонить, скажем, через минуту? Найду его. Да, конечно, я жду, спасибо. Спасибо, всего доброго, до свидания. Если бы на нашем месте оказались мошенники, все денежки Анастасии Ивановой уже были на счетах карточных воров. Конечно, далеко не все люди так доверчивы. Из 20 смс выстрелило 3. И только Анастасия добровольно сдала нам все свои данные. Остальные двое насторожились уже на прописке и паспортных данных. И чтобы клиент отличал такие смски подложные от настоящих, в настоящей смске от банка указывается как минимум префикс номера карты, последние 4 цифры, да. И телефон дается контактный не сотовый, который дают мошенники, а нормальный банковский телефон. В случае реальной кражи банк Анастасии Ивановой деньги бы не вернул. И был бы прав. Ведь она сама сообщила все данные, включая пин-код посторонним лицам. Так же поступил и Андрей Налич. И навсегда потерял свои 42 тысячи. А вот рабочим с завода «Элемаш» и продюсеру Олесе Ермаковой банки полностью восстановили средства. Потому что свою конфиденциальную информацию ни «Элемашевцы», ни «Олеся» никому не сообщали. Вообще, по российскому законодательству, любой банк вправе сам решать, по какому виду преступления он возмещает средства, а по какому нет. Сбербанк – один из немногих российских банков, которые возвращаются деньги клиентам. Это такая определенного рода специальная услуга, страховка. Когда в Сбербанке существует специальная система, если клиент не виноват в том, что он потерял деньги, Сбербанк в очень короткие сроки восстанавливает похищенные деньги на счетах. Никогда не сообщайте данные своей карты и пин-код посторонним лицам. Если вам пришло сообщение о блокировке карты, перезвоните по телефону банка, указанному на оборотной стороне вашей карты. Это ваш собственный кошелек. Вы же не передаете свой кошелек любому встречному, и с тем, чтобы он расплатился любой суммой за услугу, которую якобы вам необходимо оплатить. Этого вы не делаете, это не делает никто. Точно так же нельзя использовать новый электронный кошелек, передавая его любому встречному. Далее в нашем расследовании. Как мошенники обналичивают украденное? Что такое белый пластик? И зачем нужны дропы? Сможем ли мы набрать команду подставных лиц из участников телесериального кастинга? Итак, наш корреспондент попался, но он все-таки успел прокатать карту. Теперь нам предстоит последний этап. Обналичить нашу тысячу рублей. Мы собираемся изготовить белый пластик. Продаются у нас баллонки пластиковой карты белого цвета с магнитной полосой. Они продаются в свободном доступе в различных организациях. Значит, злоумощник приобретает данную карту, используя специальное оборудование, программы, записывает полученную информацию на магнитную полосу данной карты, так как у него, допустим, имеется пин-код. Выходит на улицу, к любому банкомату подходит и производит съем. Специальное оборудование, о котором говорит сотрудник управления КА, называется энкодер. По сути, это прибор для одномагничивания карт. Энкодер присоединяется к скиммеру и ноутбуку со специальной программой и позволяет переносить украденные данные карточек со скиммера на белый пластик. Энкодер есть в нашем мошенническом наборе. Итак, несколько несложных операций, и фальшивая карта готова. Нам остается только обналичить ее. Обналичка. На самом деле изготовление белого пластика – только одно звено в схеме обналичивания ворованных денег. Существует несколько способов. Первый – покупки в интернете. Мошенники вводят похищенные данные и расплачиваются за товары. Второй – электронные кошельки. Деньги с карт переводятся в электронные и затем обналичиваются. Или, опять же, ими расплачиваются в интернете. Третий – через счета подставных фирм до дневных. И, наконец, прямая обналичка через банкоматы с помощью белого пластика. Но для всех этих схем нужны подставные люди. Мошенники называют их дропами. Дроп – это, скорее всего, студент, которому нужны деньги. Ему предлагают какую-то фиксированную, ну, либо процентную заработную плату за операции. То есть он либо получает деньги на свой счет, которые были добыты нелегальным путем, и переводят их уже на наш счет. Либо он получает партию из ноутбуков. Один может оставить себе, остальные отправят. Это Павел. В прошлом успешный дроповод. То есть бригадир дропов, сегодня не менее успешный служащий одной из крупнейших западных компаний. На условиях полной анонимности Павел согласился рассказать, как мошенники обналичивают похищенные деньги. Дропы делятся на разводных и неразводных. Те дропы, которые знают, что они дропы, это самые плохие дропы, как бы, они всегда могут слинять. Другой вид дропов – так называемые разводные. Это те, кто не знает, что занимается преступной деятельностью. Набрать команду таких людей – целое искусство, которым Павел и его подельники овладели в совершенстве. Обычно молодые люди подавали в газету объявления о вакансии с очень привлекательными условиями работы. А затем на собеседование тем или иным путем убеждали претендентов в безопасности и полной легальности предложения. Любые операции с деньгами вызывают какие-то подозрения. Но все-таки есть человеческий фактор, потому что условия хорошие. С собой постоянно звонят, с собой действительно работают реальные люди, которые очень хорошо подкованы на язык. Вот. И, говорит, получается. Мы решили провести эксперимент. Сымитировать ситуацию, имевшую место в реальной жизни. Набрать команду дропов с помощью объявления о кастинге на главной роли в телесериале. В день кастинга у нашего офиса собралась приличная толпа. После короткой презентации и нескольких снимков в разных ракурсах, каждому из претендентов на роль мы выносили вердикт. Удивительно, но 17 из 17 участников кастинга согласились на наши условия. Они добровольно отдали нам карты и паспорта. А если карта не оказалась с собой, то продиктовали все данные, включая секретный код с оборотной стороны карты, с помощью которого можно расплатиться в интернете и даже пин-код. То есть, окажись мы настоящими мошенниками, на счетах наших героев уже не осталось бы денег. Но мы пошли дальше. Предложили участникам особые условия оплаты, по которым они должны были обналичить и вернуть нам большую часть переведенных на карту денег. Мы вам переведем полностью аванс на карточку. Но вы обналичиваете часть, но возвращаете. И вновь стопроцентный результат. А это уже не просто потери денег, но и соучастие в преступлении. Пусть и по наивности и незнанию. Хочу вам сообщить, господа, что те, кто только что сообщили нам и отдали нам даже данные в свою карту, поступили очень неправильно. Вы сейчас участвуют в восприятии. На самом деле, никакого кастинга нет, никакого сериала айтишки нет. Так, никому не давайте брать свои карты, никому не сообщайте. Да, мы же вернемся. Если вам предлагают перевести на вашу карту деньги и вернуть часть наличными, оставив себе процент, не соглашайтесь. Вас вовлекают в преступную схему. Но как бы ни пытались карточные мошенники запутать концы, именно обналичка и есть та ниточка, с которой эксперты по карточным преступлениям начинают распутывать мошенническую схему. Сложность расследования таких преступлений не с точки зрения технологии. Всегда можно найти человека, кто это сделал. С точки зрения доказательной базы, она настолько сложна. В Уголовно-процессуальном кодексе нет понятия цифровых доказательств. Суды и следователи, суды не понимают тяжесть этих преступлений. Я вам скажу простой пример. Аникин, хакер из Новосибирска, украл 5 вру, 10 миллионов долларов. Он получил в России 5 лет условно. Однако ни банки, ни правоохранительные органы не опускают руки. Кропотливо порой несколько лет они по крупицам собирают улики. И в этом им помогает специальная криминалистическая лаборатория. Создатель лаборатории Илья Сачков, выпускник Бауманки, еще в 2003 году понял, что такая организация будет весьма востребована в ближайшие годы. Мы можем изучить компьютер-привилент, понять, каким образом вирус попал в систему, куда вирус отправлял информацию. И раскрутить эту цепочку до финального компьютера, куда пришла эта информация. И наша аналитическая справка вложится в заявление банка о привлечении людей к ответственности. В этой лаборатории работают не только выпускники лучших технических вузов России, но и бывшие кибермошенники. Они хорошо знают преступный мир изнутри, и их опыт оказывается бесценным при расследованиях. И результат налицо. Только за прошедший год по факту мошенничества с банковскими картами заведено 241 уголовное дело. За полгода текущего – 195. Сотрудники полиции стараются, чтобы преступники не отделались условными сроками и были наказаны по всей возможной строгости закона. И буквально незадолго до окончания работы над этим фильмом еще одно дело было доведено до суда. На скамье подсудимых Александр Макану и Александр Леонти. Эти молодые люди установили на банкоматах Сбербанка в городе Белгороде скиммеры и провели копирование пин-кодов и электронных данных более чем 800 карт. Общая сумма хранившихся в банках денежных средств граждан составляла около 17 миллионов рублей. Однако похитить их преступникам не удалось. Они были задержаны сотрудниками полиции. И несмотря на то, что фактически денег в руки мошенники не получили, суд признал Макану и Леонти виновными в совершении указанных преступлений и приговорил их к 5,5 и 3 годам лишения свободы соответственно. Но сегодня существуют технологии, которые помогают не просто расследовать преступления и наказать виновных, но и предотвратить кражу. Это центр обработки данных Сбербанка. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, как тщательно банк заботится о безопасности данных. В этом зале, больше похожем на центр управления полетами, специалисты круглосуточно контролируют работу серверов, на которых хранится вся клиентская информация. Хакерские атаки здесь происходят по несколько сотен раз в день. Но система крепка, как броня. Не то, чтобы проникнуть в сеть, даже физически пройти сюда удается далеко не каждому. Для доступа в секретные зоны используется уникальная система идентификации по рисунку кровеносной системы. Эта система в несколько раз надежнее, чем сканирование отпечатков пальцев и рисунка радужки глаза. Ведь она реагирует на наполнение и микропульсацию вен руки, а также регистрирует вес человека. Проще говоря, эта кабина не пропустит двоих и не среагирует на искусственный муляж руки. Но как бы ни старались банки защитить данные своих клиентов, если держатель карты не соблюдает меры безопасности, его деньги рано или поздно окажутся в руках мошенников. В качестве примеров могу показать варианты. То есть вот карточка изъята из банкомата, карта одного из клиентов банка. На ней написаны и логины, и пароли доступа и в интернет банк, в консультант, в систему и пин-код. То есть о какой безопасности здесь может быть речь. Никогда не записывайте пин-код. А если не можете запомнить, то храните его отдельно от карты. Запомнить пин-код несложно. Всего четыре цифры. Кстати, такому количеству символов в секретном пароле мы обязаны создателю первой кредитки, Франку Макнамаре, а точнее его супруге, которая не могла запомнить комбинацию более четырех цифр. Наше расследование подходит к концу. Белый пластик готов. Это полный электронный дубликат карты нашего корреспондента. Пора обналичить его. Итак, у нас все получилось. Мы прошли путем мошенников и выяснили, как кардеры воруют наши деньги. Это прибыльное, но опасное занятие. Ведь, как показывает практика, рано или поздно каждого из них ждет скамья подсудимых. Да, сегодня пластиковая карта не является идеальным платежным инструментом. Но грамотное и аккуратное использование практически на сто процентов защищает владельца от любых неприятностей. Повторим еще раз. И так, чтобы не стать жертвой мошенников, не снимайте деньги в заведомо опасных местах. В торговых центрах, на вокзалах, вестибюлях метро. Вводя пин-код, прикрывайте клавиатуру рукой. Никому не передавайте свою карту и не сообщайте пин-код. В ресторане настаивайте на проведении операции в вашем присутствии. Не заходите на сайты банков и магазинов, кликая по ссылкам в почтовых сообщениях и рекламным баннерам. Адрес безопаснее набирать вручную. Регулярно обновляйте антивирусные программы на своем компьютере и телефоне. Если вам пришло сообщение о блокировке карты, перезвоните по телефону банка, указанному на оборотной стороне вашей карты. А главное, помните, банковская карта – это ваш кошелек. И с ним надо обращаться так же аккуратно и внимательно, как с обычным. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ